здравствуйте друзья я хотел поделиться одним соображением сегодня которое у меня возникло в результате того обсуждения которое вот вчера у нас был видео про бенефиты про отпуска там больничные дни персональные дни там и так далее вот возникло обсуждение в частности вот было сообщение сегодня который меня подвигло на этот сюжет о том что вот соединенных штатах к сожалению нет оплачиваемого отпуска там по рождению ребенка а есть только право сохранить за собой работу до трех месяцев но но не деньгами как бы там и так далее вот а если ты через три месяца не вышел то соответственно потерял рабочее место мог можешь потерять значит я вот что хочу сказать есть как бы ну что ли две точки зрения на это дело с разных сторон можно посмотреть значит есть точка зрения человека который работает по найму и он говорит мне могли дать больше а могли дать меньше вот если бы у меня было там скажем три месяца оплачиваемых там по рождению ребенка или даже целый год например или там нужно что-то вот у меня было бы вот я бы что-то получил есть точка зрения работодателя который как бы находится на рынке и соответственно он может давать или там больше или меньше бенефитов зарплаты и так далее с тем чтобы соответствовать как бы требованиям рынка в том смысле сколько стоит нанять вот человека определенные экспертизы но дело в том что у нанимателя есть как сказать баланс есть разные форматы в которых может производиться оплата там труда сотрудник например если завтра выходит закон который говорит что по рождению ребенка нужно предоставлять я не знаю там три месяца оплачиваемого отпуска полностью оплатили 6 месяцев или год не имеет значения вот какой-то такой выходит закон я теперь по закону должен это делать когда у меня там 5 человек работает это может быть там другая ситуация допустим я работаю тысячи человек и я статистически начинаю смотреть у меня уже есть статистика я говорю значит статистически если я буду это делать значит я должен потратить вот столько-то денег ну например да то есть мне это у меня это удорожает на четыре процента скажем стоимость рабочей силы что я должен делать либо я должен повысить цену и если это закон общий и он распространяется на всех производителей не только на меня и соответственно остальные производители тоже вынуждены будут поднять цену так же как и я это может ограничиться тем что просто подняли цену и у вас будет полное ощущение что вам чего-то дали хотя на самом деле эту цену теперь должна вся страна заплатить в виде повышения цен абсолютно на все товары и услуги которые только существуют в этом государстве потому что в этом государстве всюду работают люди которые могут родить ребенка включая вот вас самих то есть таким образом ничего вы не получили абсолютно ничего вы просто из одного кармана переложили в другой вот вам на рождение ребенка дали а дальше значит вы начинаете все это оплачивать конечно люди которые никогда не рожали никакого ребенка и не получали за это значит там оплачены отпуска они конечно только платят и ничего не получают но в общем то мы все так или иначе в общем как-то имеем детей я не хочу сказать там сто процентов но в основном то есть в основном произошло кидалово кидалово это состоит в том что человеку что на политическом уровне человеку говорят мы о тебе заботимся мы создаем там возможности мы тебе даем дополнительные там туда-сюда на самом деле ты же сам это все и оплатил то есть как только вы включите немножко соображалку вы сразу поймете что ниоткуда ничего не берется оно все берется откуда-то понимаете вот как закон сохранения материи до закон сохранения денег значит если в одном месте что-то стало стоить дороже значит в другом месте это должно компенсироваться чем-то ну или что вам сейчас работодатель своих прибыли отдаст а ему как а как ему рассчитываться с акционерами а как ему за собственный моргич платить как не бывает чудес значит нам говорят значит давайте по закону введем там я не знаю до месячный отпуск или вот в европе там что там не 6 недель да давайте введем 6 недель оплачиваем отпуска соединенных штатов пусть у нас будет как в европе давайте так и введем на что это значит это значит что стоимость рабочей силы для производства там чего-то увеличивается на я не знаю там десять процентов ну хорошо значит увеличение стоимости рабочей силы на 10 процентов должно привести либо к увеличению стоимости продукта на 10 процентов либо к снижению зарплаты причем это уже будет не действие наверное даже больше чем 10 снижению зарплаты соответственно когда человека будут нанимать ему скажут вот твои усилия твой труд оценивается ну допустим 100 каких-то единиц если раньше из этих 100 единиц 95 были зарплат деньгами опять были там еще чем-то но теперь у тебя 85 будут деньгами а 15 тебя будут еще чем-то но нет чудес но вот в той мере в которой вы как бы на прикладном так сказать уровне являетесь материалистами то есть вы не верите в то что можно напечатать больше денег они сохранят стоимость если напечатать больше денег они пропорционально снизится покупательная способность за счет инфляции ну как же так поэтому ничего не произойдет то есть можно дать бенефитами а можно дать сразу деньгами американская как бы концепция состоит в том чтобы дать человеку сразу деньгами концепция допустим европейская социалистическая состоит том чтобы давать бенефитами почему хорошо бенефитами потому что вроде человек думает что его как-то его прикрыли с одной стороны с другой стороны возникает чудовищного размера бюрократия занимающиеся распределением бенефитов возникшая бюрократия начинает нуждаться в людях которые говорят дай и не спрашивают откуда беда и дай дай вот эти зомби которые думают что можно дать нигде не взяв или взяв у кого-то но не у них и дай а это и в сша тоже имеет место то есть есть такие места где вот там целые города на вэлфере там и тогда вот вообще в больших городах где много обездоленных вот они говорят дай они не говорят дайте мне заработать и гдай вот так и так и получается поэтому поэтому большая безработица низкая производительность труда и так далее я помню читал когда в сша ставили завод мерседесовский где-то они в теннесси что ли я не помню и значит статья была и и там писали что производство автомобилей в америке для мерседеса намного дешевле чем германии потому что германии у них мало того что отпуск большой то у них еще количество выходных намного больше чем в соединенных штатах и какие бенефиты которые они платят там все эти дела и так далее то есть ну так дорого получается не конкурентоспособный товар вот вот собственно и все поэтому поэтому экономика эффективная поэтому она прет вот сейчас как я не знаю что прорвавшись через там финансовый кризис который в общем-то совсем не так давно уже и был и уже уже там наворачивает как следует поэтому сколько вот мы я не знаю сколько мы можем посмотреть назад на американскую экономику и сравнить ее допустим с европейской а столько мы видим что американская более динамичный это локомотив почему не почему нет гугла в англии или в германии microsoft а почему нет фейсбука почему 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 там нет почему там нет почему там нет боинга но вот почему так получается концепция друга она более капиталистическое значит все что более социалистическое мы же с вами опыт имеем вот мы жили в таком экстремальном социалистическом обществе все что дается бесплатно никем не ценится все что дается бесплатно безумно дорого стоит все что дается бесплатно через социальные фонды и так далее это снижает эффективность и это приводит к моральному разложению людей которые работать уже не хотят его и рушится все вот у нас на глазах рухнула на западе не так сильно рушится там все-таки не довели до такого экстрима социалистическую идею так как то она вот так флуктуирует на уровне вот между этим этим вот вот и все поэтому мысль о том что можно что-то получить ничего не давая взамен она наивная очень она наивная немножко оглянитесь собрать напрягитесь и вы и вы поймете что если вам вот тут что-то дали начал вас вот там что-то забрали вот вот и все счастливо а